Приветствую вас, и давайте для начала немножечко поговорим о том, как развивается, формируется мышление. Вообще говоря, в начале представление об окружающем мире у человека формируется благодаря родителям, благодаря окружающим людям, и оно не имеет понятия. То есть, когда нам, например, задают вопрос, что такое предмет, который мы перед собой видим, например, это будет мяч, мы говорим, это что-то круглое, там, из такого-то материала, такого-то цвета и так далее. И получается очень долго, потому что мы пытаемся назвать все качества, описать как можно более подробно предмет, который можно назвать всего лишь одним словом «мяч». И мяч – это название, это понятие, это, можно сказать, знак того предмета, который вас просит назвать. Можно добавить уточняющие слова, например, футбольный мяч, скейтбольный мяч, если это имеет значение, если уточняющая фраза «какой мяч». То есть, основная методика совершенствования выражения мыслей – это мысление понятия. То есть, вы говорите, что вы очень много читаете, что у вас есть пример красивой речи. Это хорошо. Но, важно понимать, во-первых, что есть суть того, что вы хотите сказать, и есть адаптация. Адаптация сути по отношению к тому, кому вы хотите ее донести. Например, есть какая-то вещь, которую вы очень хорошо знаете. Вы знаете, скажем, законы физики. Другому физику эти законы вы можете объяснить на примере формул. Но человеку со стороны, или человеку, не знакомому с физикой, вам придется объяснять более доступно, более понятно, более полно и так далее. И это нужно понимать. То есть, нужно отдавать себе отчет в том, кому вы объясняете. То есть, для начала, нужно учитывать особенности человека, с которым вы общаетесь. То есть, если вы общаетесь с человеком, которому важна суть, передаете ему самое-самое главное. Если человеку важны детали, передаете человеку именно то, что нужно, то есть детали. Когда вы говорите много и путанно, вы как бы просто транслируете свои мысли. То есть, вот как мыслите, так и говорите. А это неправильно. Мыслей в голове много, их гораздо больше, чем можно произнести. И самое главное, гораздо больше, чем нужно. Чем нужно произнести. Это тоже немаловажный момент. Дальше. Следующий аспект, который нужно обязательно сказать, это то, что если вам задают вопрос, вы торопитесь на него ответить. То есть, вы стараетесь, вы начинаете на него отвечать, и хотите отвечать как можно полно. Но против, ничего странного нет, если вы немного помолчите, дадите себе время на то, чтобы подумать над ответом, и дать ответ лаконичный, полный, обдекаемый и глубокий. То есть, смотрите, какая получается ситуация. А когда вы выращаете свои мысли в тексты, мысли – это как бы квинтэссенция того, что вы хотите сказать. Текст. Текст – это сливки. Сливки из того, что вы хотите выразить. Но вы можете точно так же делать это и речи, если не будете спешить. Есть какой-то объект, есть какой-то обстоятельства, подумайте о нем. Не перебить говорить, просто подумайте. Дайте возможность и время вашему сознанию охватить то, о чем вам нужно сказать. Осмыслить то, что вам нужно передать. Освоить это. Наверное, требуется время. Надо то, чтобы освоить. И когда вы освоите, вы почувствуете, что у вас в сознании появилась четкая структура того, что вы хотите сказать. Четкое осознание того, что нужно сказать. Например, дать определение. Дать определение чему-то. если вас спросить, что такое автомобиль, и вы, не подготовившись, не по дому будете отвечать, вы будете перечислять его признаки, признаки автомобиля, с тех пор, пока не назовете это транспортным средством, ну или так далее. то есть подберете какое-нибудь общее понятие, которое соберет в себя все вот эти вот признаки. И для этого нужно сделать вывод. Не терапитен говорить. Не терапитен выражать свою мысль. Подумайте. Позвольте себе использовать в мышлении при выражении мыслей некоторые вводные слова. То есть вас о чем-то спрашивают, и вы начинаете говорить много и путанно. Чтобы не говорить много и путанно, нужно временно, а то, чтобы это отмытывать. Мы об этом уже сказали. Но вы не всегда можете молчать. Вы не всегда можете позволить себе тишину, когда требуется ответ. Значит, для этого необходимо использовать вводные слова. Такие как «Прежде чем поговорить о…» Например, мы скажем сейчас о том, и так далее. То есть небольшой такой вводный курс перед тем, как начать говорить суть. Пока вы говорите о вводном шерсте, ваше мышление сформируется то, что нужно сказать потом. Далее. Далее момент, который достаточно серьезный. Видите ли, когда человек говорит о чем-то связанном с профессиональным родством, с карьерой, с профессиональной сферой деятельности, здесь на первое место выходит опредомленность человека относительно того, чем он занимается. «Если вы говорите много и путанно, невольно ставится под сомнение ваш профессионализм, ваша обученность, ваши полнопознания в этой области». Соответственно, для чего используется обучение? Именно для того, чтобы научить человека мыслить понятиями, мыслить определенными четкими теоретическими конструкциями, которые помогают выразить группу мыслей, группу фактов сжато, лаконично и четко. Это означает, что вполне вероятно у вас недостаток теоретической подготовки именно в плане профессионального, именно в профессиональной сфере. Не берусь утверждать на 100%, что это так, но как один из вариантов вполне возможен. Соответственно, пройдите курс повышения квалификации, пройдите курс обучения специальной терминологии, чтобы вы пользуясь профессиональными терминами называли те вещи, которые находятся в сфере вашей профессиональной деятельности соответствующими терминами и не дадили бы время на то, чтобы говорить много. терминами и, наконец, самое последнее. Видите ли, дело в том, что умение выражаться витчеватно, умение выражаться красиво, не значит, что вы выражаетесь ясно, вы выражаетесь понятно, вы передаете суть. Заводимый передать суть, нужно сначала самому для себя уяснить, о чем вообще-то говоря идет речь. Нельзя требовать от человека чего-то, предварительно его не научив. Нельзя требовать от человека осуществления своей профессиональной деятельности, предварительно его не подготовив к этому. И если вы говорите много и путанно, то вполне вероятно какие-то моменты вам подтянуть. Для начала, если для начала того, чтобы аргументировать вам твое мнение, я приведу такой пример. Если вас попросить описать то, что вы знаете на сто процентов, ну, например, вот, скажем, пьете, допустим, сок, пьете, допустим, воду, или обедаете, если вас просить, что вы сейчас кушаете, вы скажете, такое-то, какое-то блюдо. Скорее всего, вы скажете просто, например, надо по-французски, или кто-то еще. Вы не будете описывать человеку, если именно вы едите, потому что вы предпочтете выразиться, наверное, лаконично, потому что вы четко знаете, о чем говорите. А если вы говорите много, значит, вы не уверены в том, что знаете, о чем они встречи. Человек всегда многословен, когда он не знает, о чем они встречи. По крайней мере, его многословность лишняя. Она не передает себе, она не несет себе информации. Итак, я надеюсь, понятно. Изложил вам ответ на ваш вопрос. Если у вас возникают проблемы не только с выражением мыслей в профессиональной сфере, но и с выражением мыслей вообще, то вполне вероятно, вам нужно учиться вращаться коротко. В принципе, как это сделать, я сказал, просто давать себе время, чтобы приводить мысли в порядок. Вы знаете, когда спрашивают какие-то вещи, которые можно объяснить несколькими способами, несколькими теориями, то сразу появляется большой выбор. Он может говорить вот с одной стороны, там, да, с другой стороны, третье и так далее. А что? Но мы видим, что человек перед нами деловой. Что человек такой не любит? Что мы ему скажем? Мы не будем перечислять все теории? надо давать какой-то приоритет. И приоритет мы дадим скорее всего в той теории, которая наиболее вероятна, наиболее полно объясняет суть происходящего. Наиболее полно отвечает запрос. То есть мы выбираем из чего-то. Если у вас проблема выбора из множества знаний, выберите то знание, выбирайте то знание, которое наиболее полно, наиболее глубоко отращает суть того, что вам нужно сказать. Если вы в этом знании ориентируетесь достаточно хорошо, полно, то передать это знание, усвоенное вами, то вас труда не заставит. А если вы не можете передать его коротко, то к сожалению имеет место наверное недостаточность вас в усвоении материала. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучшим. Всего доброго и удачи. 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 Продолжение следует...